Время новостей на канале РТС. Здравствуйте! Эту рабочую неделю вместе с вами начинаю я, Иван Тинников, и наши корреспонденты. И сейчас, коротко о главных темах этого дня. В Хакасию прилетел первый чартерный рейс с туристами из Москвы и других регионов. Их сложно удивить, но от Хакасии у гостей только самые приятные ожидания. Новый регион, надо смотреть Россию, пока есть возможность. Пока есть такая возможность, надо сюда обязательно слетать, увидеть ваши необычайные красоты. Можно ли пройти коронавирус без потерь? В Хакасии есть предприятия, которым удалось, несмотря на кризис, сохранить коллектив и производственные обороты. Начинать всегда сложно и проблематично. Но если у человека глаза горят, и он готов стремиться в бой и заниматься любимым делом, то все должно получиться. В Хакасии появилась передвижная операционная ветклиника. Здесь усатых и хвостатых совершенно бесплатно будут стерилизовать и вакцинировать. Котик взвесивается перед операцией. Долгожданное событие. В Хакасии наконец-то возобновили добычу железной руды на Тёйском руднике. Со станции Тёя отправили на предприятие металлургии первый груженный состав весом 4,5 тысячи тонн с железорудным концентратом. Отмечу, что сырье для выплавки металла со станции отгружено впервые после остановки добычи на Тёйском руднике, произошедшей 5 лет назад. В июле в Тёе планируется погрузить 35 тысяч тонн железорудного концентрата. Это 8 грузовых составов. А в августе планируется увеличить этот показатель в два раза. В дальнейшем отгрузка сырья с Тёйского рудника будет возрастать. И до конца текущего года должна составить 374 тысячи тонн концентрата. Во время пандемии, когда большинство стран закрыты для туристов, россияне стали активнее исследовать регионы внутри страны. В том числе многие заинтересовались красотами Хакасии. Накануне в Абаканской воздушной гавани приземлился первый чартерный рейс с туристами из Москвы и других регионов России. Наша съемочная группа в числе других встретила гостей из Урала. Оскар Артамонов продолжит. Вот так, согласно старой доброй авиационной традиции, встретил Абаканский аэропорт, первый чартерный рейс из Москвы. На борту больше 200 пассажиров из столицы и других регионов страны. Это туристы, журналисты федеральных изданий, работники туриндустрии. Иными словами, те люди, которых уже очень сложно удивить. Впрочем, от Хакасии у гостей только самые приятные ожидания. Новый регион, надо смотреть Россию, пока есть возможность. Пока есть такая возможность, надо сюда обязательно слетать, увидеть ваши необычайные красоты. Ну, конечно, больше касается природы вашей. С шаманами познакомить. Да, шаманы обязательно. Вообще, чтобы все вау. Хочется посмотреть больше природы, потому что у нас ее очень мало. Ну, в Крыму, конечно, много, а в других регионах малобытность ваша посмотреть. Этим летом наш регион стал настоящим открытием для индустрии организованного отдыха. Никогда прежде чартерная программа не охватывала Сибирь. Хакасия стала первой. Правительство республики при поддержке Ростуризма заключило соглашение с одним из крупных федеральных туроператоров. Сегодняшний рейс – лишь первая ласточка. Компания «Анекс Туризм» планирует отправлять чартеры еженедельно, вплоть до 6 сентября. При этом даже открытие границ не сократит поток желающих проникнуться уникальной природой и культурой Хакасии, уверены эксперты. Турция не может заменить Хакасию. Вот так надо говорить. То есть те люди, которые летят в Хакасию, они не ищут в ней Турцию. Это совсем другой вариант отдыха. И те агентства, которые говорят, а наши туристы ждут Турцию. Я тоже жду Турцию. И я тоже езжу в Турцию как минимум 10 раз в год. Но это не мешает мне несколько раз в год ездить в абсолютно другие направления. И таких туристов, таких клиентов очень много. Как отметил профильный министр Николай Евдокимов, туризм – одно из важнейших экономических направлений, на которые власти региона делают мощный упор. Мы в ручном управлении, практически все наши предприниматели, которые занимаются туристическим бизнесом, нам известны. Практически с каждым мы уже встретились, проговорили, определили те пути, по которым будет осуществляться развитие, те механизмы помощи, которые необходимы. Но самое главное, самое главное, что теперь это колесо, оно закрутилось. То есть начинается кропотливая системная работа. Федеральный туроператор и специалисты Минэкономразвития Хакасии рассматривают перспективы круглогодичного отдыха в республике. Тем более, что нашему региону есть чем удивить гостей и в зимнее время. Оскара Артамонов, Антон Михайлов, РТС. Отдых в Хакасии прекрасен и не только из-за исторических достопримечательностей, но и благодаря лечебным озерам. Тысячи людей в выходные устремляются, к примеру, на озеро Белё. Однако отдых легко может испортить банальное несоблюдение правил самими отдыхающими. Об отпуске с изъяном Мария Мишнина. Совместный рейд сотрудников ГИМС, полицейских и экологов. Последние высматривают тех, кто паркует машину близко к воде. А водный кодекс России это запрещает. Водоохранная зона на реках и озерах 50 метров. Это значит, что на этом расстоянии от берега нельзя парковать свои автомобили. Но, как видим, здесь нарушения налицо. Если так будет поступать каждый недалеко и до экологической катастрофы. Не знали традиционное оправдание нарушителей, но от ответственности это не освобождает. Штраф 3000 рублей. Хотя вдоль берега есть информационные аншлаги. В это же время инспекторы ГИМС патрулируют свои владения. На озерах очень популярно катание на водных лыжах, плюшках, бананах. Но не всегда организаторы могут гарантировать надежность такой забавы. Бывает, что такие покатушки устраиваются незаконно. Это пресекают госинспекторы. Хотя, говорят сотрудники ГИМС, с каждым годом нарушителей все меньше. Штрафы выросли с 2 до 20 тысяч рублей. Проверяем наличие судоводительского удостоверения. Проверяем наличие судового билета. Потом зарегистрировано, так сказать. Вот этих документов достаточно. Бортовые номера присутствуют на гидроцикле. Данила Пакин – матрос-спасатель. Нашим инспекторам он давно знаком с хорошей стороны. Он не только развлекает отдыхающих, но еще и спасает их. Буквально за пару часов до съемок Данила предотвратил трагедию. Биле – особенное озеро. Здесь полный штиль в считанные минуты может смениться вовсе непопутным ветром. Так и произошло в этот раз. Двух удуло матрасом почти на середину. Пришлось ехать их спасать. Поступил звонок от сотрудников ГИМС. Пришлось ехать, спасать, привезти их обратно на берег. Как правило, они падают с матраса в какой-то определенный момент. Бывает волна наступает. И все. У них нет никаких средств. И вряд ли доплывут до берега. Инспекторы и спасатели сетуют. Тех, кто не думает о своей безопасности, на озерах довольно много. То в нетрезвом виде в воду лезут, то матрасы используют непредназначные для купания. Вот такие. На них хорошо лежать на суше. Купаться нельзя. Ручек нет, парусность большая. И если опрокинется забраться назад, практически невозможно. Сколько уже везде, в средствах массовой информации. В беседах говорим, ну не надо на этих матрасах, вот на берегу лежить и отдыхать. Нельзя на них на воду выходить. Бесполезно. Народ не понимает. Пока не прочувствуют, пока его трясущегося не вытащишь на берег, он даже, некоторые даже не могут ходить. Принесешь на руках, положил на бережок, он отходит еще полчаса. Они понимают, те, кто видел, тоже понимают. Но приезжают следующие и не объяснишь. Отдыхающих на Ширинских озерах десятки тысяч. Спасателей в разы меньше. А сотрудников ГИМСы вовсе двое. Как тут уследить за каждым? Поэтому, чтобы отдых удался, достаточно быть просто ответственным. Это поможет выходные себе не испортить, деньги сберечь. Но главное, сохранить жизнь. Мария Мишнина, Антон Михайлов, РТС. Выпускники Хакасии поражают своими успехами. В республике уже 12 стобальников. Из них 8 выпускников набрали высшие баллы по русскому языку. Еще 411 одиннадцатиклассников по этому же предмету написали тесты больше, чем на 81 балл. И это только результаты тех детей, которые сдавали русский в первый день. Послезавтра станут известны результаты ЕГЭ по русскому языку выпускников, которые писали экзамен 7 июля. Отмечу, что в этом году своими знаниями по литературе, информатике и русскому отличились выпускники Абаканской гимназии, школ номер 1, 9, 11, 19, 25, а также Белоярской и Есинской. Пока одни усердно учатся, другие отрываются на полную катушку. В Хакасии подростку грозит крупный штраф за езду на родительском авто. Юноша решил доехать до магазина, пока родителей не было дома. Ключи от автомобиля находились в свободном доступе. Авто под управлением 17-летнего парня сотрудники ГИБДД остановили в поселке Тепличный. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. За управление транспортным средством без прав молодому человеку грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если правонарушитель не сможет его выплатить, раскошелиться придется его родителям, сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД. Кстати, дорожные инспекторы в ходе рейда пресекли автогонки на одной из центральных улиц республиканской столицы. Главная причина нарушения покоя – так называемые примотоки. Любители громкой езды специально оснащают своих железных коней примоточной выхлопной системой. Кроме того, некоторые мастеровитые автолюбители и вовсе путают городские улицы с трассой Формулы-1, переоборудывают свой транспорт под гоночный авто. Сомнительный автотюнинг портит жизнь всем окружающим. В ГИБДД Хакасии подчеркивают – это незаконно. По переоборудованию были выписаны штрафы владельцам таких транспортных средств. Помимо этого, выдано требование по устранению предмета административного нарушения. Дается на это 10 дней. Если в течение 10 дней автомобилист не устраняет данные, скажем так, вмешательства в конструкцию транспортного средства, то подаются документы в МРЭО ГИБДД по республике Хакасии о прекращении регистрации транспортного средства. Помимо этого, если такой автомобилист попадется в госавтоинспекции после 10 дней, то к нему будет применена административная ответственность по статье 19.3. Это неповиновение законному требованию сотрудника полиции, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 15 суток. И к ситуации с коронавирусом. За два выходных дня в республике пополнился печальный список умерших пациентов с COVID-19. Скончались четверо, трое мужчин и женщина. Кроме того, за сутки инфекцию выявили еще у 33 жителей Хакасии. Информацию подтвердили в ходе очередного штаба, который состоялся сегодня в правительстве региона. В республике официально зарегистрировано 2628 случаев COVID-19. 33 из них подтвердились за минувшие сутки. Кроме того, четверо человек с коронавирусом умерли. Это жители Черногорска, Абазы, Таштыпа и Саиногорска в возрасте 59 и 62 лет. Еще двоим было за 70. Все они имели сопутствующие заболевания. Таким образом, в Хакасии подтверждено 26 летальных случаев. Максимальный прирост за последнюю неделю мы видим в трех территориях. Это Багратский район, Ширинский и Аскизский районы. По числу случаев в пересчете на 100 тысяч населения Аскизский район с 11 июля стал занимать третье ранговое место после лидирующих, в кавычках, Абакан и Атайский район. Пусть Абаканский на четвертом месте. Нарастающим итогом диагноз вирусной пневмонии по заключительному диагнозу установлен 35% больных. То есть более чем каждому третьему заболевшему ковидом. Сейчас лечение получают 559 человек, 27 из которых в тяжелом состоянии. Трое на искусственной вентиляции легких. Растет число семейных и рабочих очагов. Фиксируются случаи заражения в магазинах и общественном транспорте. При этом главная причина распространения инфекции – несоблюдение масочного режима. По маршрутам, где у нас повторные нарушения идут, какие предпринимаете меры? Проверки делались. Замечания устраняются. В общем-то, при проведении проверки, когда комиссия приходит, все в автобусах есть, средства защиты и так далее. Но есть моменты, конечно, что бывает, что водителям, как заявляют предприниматели, что тяжело так работать, они не могут в масках. Они у них есть, но они снимают. Такие замечания есть. То же самое по пассажирам. Пассажиры не все в масках находятся в автотранспорте. Подняли вопросы о возобновлении тренировок для спортсменов. С 8 августа в стране стартуют крупные всероссийские и межрегиональные соревнования. Поэтому важно начать подготовку как можно раньше. Разумеется, с соблюдением мер безопасности. Несколько просит частичность на это ограничение и разрешить нашу сейчас первый тренировочный процесс для всех воспитанников учреждения, реализующих программу спортивной подготовки на открытые спортивные объекты, имеющиеся спорта готовности, и увеличить стоимость русских данных объектов с 25 до 50% от единогрегионных выпускных способностей. Что касается открытия бань и кинотеатров, точной даты нет. Решаются вопросы с библиотеками. Хакасия пока изучает практику других регионов, но в любом случае придется адаптироваться под местные эпидемиологические реалии. Коронавирус ударил по многим экономическим отраслям. Существуют ли сферы, которые смогли без серьезных потерь пройти сквозь эту бурю? Сегодня наша съемочная группа побывала на таком производстве. Ежедневно это устьябаканское предприятие по мясопереработке выдает по 3-5 тонн готовой продукции. Это различные виды колбас и полуфабрикатов. Сейчас на производстве трудится порядка 50 человек. Несмотря на коронакризис, удалось полностью сохранить коллектив и производственные обороты, рассказывает гендиректор Роман Никифоров. Были небольшие проблемы с комбинатом и питанием. Это я сейчас говорю в отношении питания детских садов и школ, потому что эти учреждения у нас не работали. Но это компенсировалось, видимо, тем моментом, что люди питались дома. История предприятия насчитывает 15 лет. Начинать было непросто, признается руководитель. Все оборудование пришлось завозить из Европы, потребовали серьезные вложения. Впрочем, на сегодняшний день работа налажена, и производство мясных изделий функционирует как швейцарские часы. Усть-Абаканские колбасы и полуфабрикаты можно найти как на прилавках небольших магазинчиков у дома, так и в сетевых супермаркетах в Хакасии и Юго-Красноярского края. Хотелось бы пожелать, чтобы больше в республике было активных, инициативных предпринимателей в плане области развития питания, общественного питания. Начинать всегда сложно и проблематично. Но если у человека глаза горят, и он готов стремиться в бой и заниматься любимым делом, то все должно получиться. Кроме того, в наши дни существует широкий набор инструментов поддержки для предпринимателей-новичков. Например, сотрудники республиканского центра «Мой бизнес» всегда готовы помочь в сертификации товаров, работы услуг, окажут поддержку в подготовке различных документов и многое другое. Также к услугам начинающих бизнесменов гарантийный фонд Хакасии, который берет на себя поручительские обязательства при кредитовании. Все подробности можно узнать на интернет-сайтах данных организаций. Оскар Артамонов, Антон Михайлов, РТС. Быстрее, выше и сильнее. На олимпийские рекорды теперь нацелены спортсмены Ширинского района. В селе Шира подходит к завершению реконструкция стадиона «Сибирь». Его восстанавливали несколько лет после пожаров 2015 года. И хотя еще не все работы выполнены, стадион уже сейчас вполне может потягаться за звание лучшего с другими похожими объектами. В этом лично убедился глава Хакасии Валентин Коновалов в ходе рабочего визита в район. Стадион «Сибирь» в селе Шира впору сравнить с птицей «Феникс». После пожара в 2015-м здесь не осталось ничего, кроме пепелища. Восстанавливать объект начали 4 года назад. В 2015-м году мы же тут размещали штабную расцветку. Тут строители даже вывезли всю основу под поле. Там же гравий, наверное. Пришлось восстанавливать по новой. Я тут был без боли в сердце, нельзя было. Потихоньку восстановили. Отстроили волейбольную и баскетбольную площадки. Установили уличные тренажеры. Обустроили современные беговые дорожки. Настоящая гордость, футбольное поле с искусственным покрытием. Прошлым летом здесь провели крупное мероприятие республиканского уровня. Фестиваль малых сел. Уже тогда многие болельщики и спортсмены отметили, что похвастать такой спортивной жемчужиной могут немногие муниципалитеты. Вот этот стадион сегодня, наверное, один из лучших сельских стадионов России. Но Сибири точно. Я надеюсь, что из числа участников обязательно кто-то пробьется в спорт высоких достижений. В Сибирь уже вложены десятки миллионов рублей. Большую часть затрат взял на себя район. До полного комплекта необходимо еще чуть больше 20 миллионов рублей. Нам остается только достроить административное здание. Это 18 миллионов рублей. Вот здесь оно будет располагаться, административное здание. Значит, это освещение полтора миллиона рублей. И городочная площадка вот там, это 700 тысяч. В ходе рабочего визита глава региона также посетил Ширинский аграрный техникум. Образовательное учреждение по праву считается одним из престижнейших в Хакасии. Здесь готовят кадры для сельхозотрасли. У техникума свой автопарк, производственные лаборатории, подсобное хозяйство и даже станция техобслуживания. Проблем с трудоустройством у выпускников практически не бывает. Повторяю, все, вот десятка, 10 тысяч вольт, 0,4 киловатт, СИП, местная линия, спуск на дом. То есть, чтобы наши студенты видели всю комплекс технологии подключения, подсоединения и раздачи электроэнергии. А на сегодняшний день вот на эту специальность сколько уже набрано? Половина уже набрано. Востребованность есть? Будет, будет востребованность, потому что у нас там рассказ заявили сразу, забронировали. Аскиз забронировал, забронировали таштыб. Но я вам скажу, к началу учебного года будет конкурс. В техникуме все максимально наглядно. Стенды, макеты, копии двигателей. В рабочих условиях, уверены преподаватели, их выпускников с толку не сбить. Студенты обязаны найти неисправность. Либо это система фильтров забита, либо это компьютер работает. Ну и, естественно, все это задается, меняется, сможем парами применять, добавлять обороты, убавлять обороты. Техникум уже заявился на участие в отборочных чемпионатах престижных соревнований WorldSkills, цель которых повысить престиж рабочих профессий. В следующем году на базе здешних лабораторий молодые специалисты будут упражняться в мастерстве ремонта сельхозтехники. Юлия Свинцова, Дмитрий Щеглов, РТС. А вот в Черногорск выехала передвижная операционная ветклиника. Здесь усатых и хвостатых будут стерилизовать и вакцинировать врачи приюта «Поводок». Совершенно бесплатно. Как попасть на прием к айболиту, расскажет Полина Назарова. Лай 70-х хвостатых разносится по территории большого и комфортного собачьего дома. Здесь они живут, гуляют, занимаются с кинологами и ждут новых хозяев. Сейчас в приюте нет мест для новых воспитанников, но его сотрудники нашли способ помогать четвероногим и дальше. Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» приобрел для приюта современный автомобиль «Газель» и оборудовал на его базе передвижную операционную. Профессиональные ветврачи проводят в ней стерилизацию и кастрацию животных. Это лучший способ снизить количество бездомных, а в перспективе решить эту проблему полностью. На выезде у нас один ветеринарный врач с высшим образованием и также ассистент ветврача. За помощью к нам могут обратиться любые желающие. На бесплатную операцию записаны уже 50 животных. Число желающих постоянно растет. Ведь пушистые клиенты получают помощь по высшему разряду. Материалы и препараты здесь используются самые современные. Так что за здоровье усатых и хвостатых можно не опасаться. В машине оборудован операционный стол, подключены свет и вода. Работает бактерицидный рециркулятор. После операции хозяева сразу могут забрать домашнего любимца домой. Ветеринар поделится с ними рекомендацией о правильном послеоперационном уходе. Бездомных собак оставляют в клинике до их полного восстановления. У нас обучала очень опытный врач с Москвы. Используются качественные, часто даже импортные материалы для стерилизации. Шовные материалы, инструментарии у нас. Все соблюдается. Дезинфекция, обработка антисептиками и так далее. Для всех владельцев, кто к нам обращается, для стерилизации, мы даем рекомендации, как подготовить животное к этим процедурам. Помощь животным совершенно бесплатная, но требуется предварительная запись. Номер вы видите внизу экрана. От хвостатых клиентов уже отбоя нет. В основном приносят найденышей, которых неравнодушные люди потом оставляют себе. Котик взвеншивается перед операцией. Это тюпа. Найдена она была среди зимы. Была совершенно лысая. Приблудилась собачка. То есть она бегала, стало ее жалко. Мы ее оставили, начали кормить. Ну а так как собачка у нас девочка, то соответственно будут щеночки. А со щеночком это проблема. Поэтому вот хотела простерилизовать. Прямо сейчас здесь идет операция. Только за сегодня через руки врачей пройдут 7 пушистых пациентов. Кстати, работать передвижная операционная будет не только в Черногорске. В планах приюта Паводок посетить крупные города республики. И не только. Минусинск, Кабакан и Саиногорск. Полина Назарова, Руслан Шелгынов, РТС. И в заключении выпуска о капризах природы. По информации Республиканского гидромедцентра, сегодня вечером ожидаются местами дожди, грозы, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха будет высокой, плюс 30-33 градуса. При такой погоде возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Обрыв линий электропередач, нарушение работы объектов энергетики, падение деревьев, повреждение крыш, увеличение травматизма и ДТП. Будьте осторожны и берегите себя. А далее в нашем выпуске подробный прогноз погоды на завтра. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.